Итак, всем огромный привет! Сегодня пятница, я начинаю для вас вставать свой влог выходного дня. Ну, как так получается всегда, точнее всегда в последнее время, что снимать я начинаю уже с пятницы все свои выходные. Ну, не знаю, в последнее время пятница ассоциируется тоже с выходным днём, потому что я стараюсь, чтобы... Ну, то есть, у меня в принципе в последнее время работа связана с различными разъездами, бедетнёй, с собиранием бумажек, с целью получения других бумажек, и я стараюсь на пятницу переносить все эти радостные дела, чтобы как-то, в принципе, успеть работу сделать и собрать все эти бумажки. Не знаю, что будет завтра, потому что я до сих пор не знаю, во сколько экзамен будет. Он прекрасный, потому что... Ну, потому что не знаю, так бывает. Да. Сегодня, я надеюсь, съездить в магазин, и завтра тоже съездить, надеюсь. Вот. Так что будет у нас шопинг, и, возможно, что-нибудь ещё интересное и весёлое за выходные. Ну, во всяком случае, я на этом надеюсь, как там сложится, я не знаю. Смотрела в последнее время Ирэн Влади и Никоко, и у них селфи-палки для съёмки влогов. Я подумала, что это на самом деле будет удобнее, чем нести на вытянутой руке телефон, и, видно, вам будет намного всё лучше. Ну, я думаю, что если по Невскому идти, есть ещё смысл в селфи-палке показывать сзади, там, не знаю, старый фонд, там гостиный двор, тот же самый сильно красивый здание. А идти по такому, скажем так... Ну, это не Купчино, это фрунзенский район Санкт-Петербурга. Но тут ничего интересного. Я думаю, во всех городах нашей необъятной родины есть такие прекрасные панельные здания и прочие радости жизни. Но, в принципе, штука полезная. Я очень хочу эту селфи-палку. С другой стороны, я вот думаю, если я так на вытянутой руке несу телефон, и, в принципе, стащить его очень даже легко, если мимо пробежать, то стащить его с селфи-палки, мне кажется, тоже будет достаточно просто. Вот что вы думаете по этому поводу. И что вы думаете, в принципе, селфи-палок и... Ну, как? На самом деле, культурно она называется, по-моему, Монопод. Да, Монопод. Я уже дома, пропустила, правда, много, не показывала, вам уже успела съездить по магазинам. Точнее, как по магазинам заехала в Фикс Прайс, так же зашла еще в один классный очень магазин, рада со мной, недавно открылся, экологических всяких продуктов, и нашла там вот такой вот зеленый чай. Сейчас буду его тестировать, если так можно выразиться. Это зеленый чай с... что такое кероп? Я вообще не знаю, если вы знаете, напишите мне, пожалуйста. Мангель Годжи. Что такое Годжи? Я, в принципе, знаю, потому что везде пестрелят рекламы. Ягоды Годжи. Вы сразу похудеете, даже если будете жрать как слон. Вот. Ну, я, собственно, вот про жрать как слон купила в Фикс Прайсе себе сыр-болл. Да. То есть это к тому, что русский язык великий, могучий засыряется английскими словами. Сыр-болл. Вот так. Кукурузные шарики. Все, все покупки из Фикс Прайс я вам уже отсняла видео. Да. А сыр-болл вот сейчас вот ем, ем и ем. Потому что, ну, как бы, я не скажу, что это прям... Не знаю, примерно как... Я не знаю, даже сказать, какой-нибудь там деликатес. Это безумно вкусно. Вкуснее ничего нет. Ну, вот привязчивая такая штука. Ее постоянно хочется есть. Ну, как бы вот на автомате. Всем доброе утро. Уже суббота. Выгадайте, что я делаю. Да, ну, вы прекрасно знаете, что сегодня корпоративная финанса. Я вам скажу более того, сегодня экзамен по корпоративным финансам. Да, и да, и как всегда, все у нас не меняется. Я опаздываю. Ну, на самом деле, я не знаю обстановку, но меня как бы ребята подождут там. Ладно, это не страшно. Сейчас стало у нас как-то солнечно, хорошо сегодня. Прекрасная погода. Но ветер небольшой, но на самом деле все равно тепло. Хорошо. Мне очень нравится погода. Если бы еще не было экзамена, было вообще прекрасно. Все, бегу с оценкой. Пять. Я довольно как слон. Вот. Да, сейчас, наверное, поедем куда-нибудь с девочками. Чуть-чуть отметим это. Вот. Ну, я, как всегда, последняя. Ну, потому что меня тут староста решил поэксплуатировать. Сказал, я зам старосты, поэтому надо бы, надо бы забрать ведомость. Так, а меня что, никто не ждет, что ли? А? Интересное кино. Идем по московскому и решили отметить сей прекрасный праздник, сдачу экзамена в Макдональдсе. Вот, на самом деле, утром, когда я, типа, встала после полноценного своего трехчасового сна, я, как бы, была с объемом на голове, такая вся красивая, более-менее, если можно было так назвать. Сейчас это все опять вот. Прекрасные сосульки на голове. Я не знаю, как сделать прикорневой объем на моих длинных волосах. Мне кажется, это все. Это unreal. Девочки сорвались, дорвались. Ну, я так, чуть-чуть дорвалась. Совсем чуть-чуть. Сейчас покажу, для чего я дорвалась. Вот, на стене. Табанковский чек. Вот, питогрид, я люблю всякие сезонные штуки. И стандартная кока-кола. Я только сегодня узнала, что 0,4 это стандартная кока-кола. Я думала 0,5. Я тоже думала, что 0,5. Ну, не суть важна. Все. Желайте мне приятного аппетита, хорошо потравиться. Девочки, приятного аппетита. Сдали последний экзамен. Ура! Ура! У меня такое чувство, что я еду по какой-то петелью. И что он у меня обвалится. На потолок посмотри. Реально такое чувство, что я такое-то бомбоубежище. Или нет? А там ты попала чуть-чуть. Я когда еще не говорила. Я вырежу. Ты хочешь, я тебя отдалю? Скажешь, что палку не ехала. Теперь я буду находиться молодыми руками, показывать вам нехороший жест, потому что хороший. Нет, это тоже гораздо вырежу, потому что я там была... Вообще-то не выкладывали. Прошу, что у меня половина как бы вырезается. У нас уже год проучились, потому что у нас нет совместных кодов. Да? Да, просто год прошел. Кошел. Это мое. Это мой оператор. У нас уже вечер, уже половина девятого на улице. Более или менее, на самом деле, светло. Более или менее? Ну, как тебе сказать? Более светло, чем было месяц назад, но менее светло, чем будет в белой ночи. Можешь переснимать все за мной. Вот мне такую машину надо под туфли. У нас уже вечер, едем сейчас по делам. Сейчас мы уже сделали одно дело. Съедели в магазин, купили мне небольшую обновку. И да, в планах добраться до дома и отдыхать, честно говоря, потому что у меня получилось так, что у меня в голове до сих пор пятница. Несмотря на то, что сейчас уже половина девятого субботы, как-то так... Как-то спала я, наверное, три часа. Да, сегодня. Но я чувствую себя как пудрячком. Наверное, это все виноваты кофе и кола в огромном количестве сегодня. Не знаю, я очень сейчас хочу приехать домой. Точнее, сначала съездить кофе чуть-чуть вкусного, может быть, даже вредного, но вкусного. И залезть домой, в кровать и смотреть какие-то комедии. Очень хочу. У нас уже воскресенье. Ну, как бы, наверное, логично было бы сказать, что сейчас утро воскресенья, но сейчас шесть часов вечера. Я ленивый пельвень, и только я ленивый пельвень. И выбрались мы только, потому что мегафон. Молодцы. Они меня известили о том, что у меня минус 823 рубля на счету, и нужно положить деньги на счет, нужно найти, что покушать, и обратно заползем, и будем спать. Потому что, ну, Санкт-Петербург, это реально отличный город, прекрасный, фантастический. У нас бывает несколько погод в день, поэтому, в принципе, снег сегодня, это как-то так нормально. В конце апреля снег. Причать, что у нас уже была в прошлый выходной в Пасху гроза, смолнии, со всеми делами. Ну, вот, да, у нас снег пошел. Бывает. Это лечится, как я всегда говорю. Лова-лова. Я не лова-лова зеленый цвет. Мы смотрели сегодня с утра битву, ну, с утра, в 2 часа дня битву салонов, и там была прекрасная девушка, вообще потрясающая, из Хабаровска, которая говорила, я не лова-лова зеленый цвет, но она говорила другим выражением лица, я не могу так, я не могу говорить таким голосом, и говорит, я не лова-лова, я лимонный цвет. Ну, нет, я могу, конечно, но не буду. Марк 2. Да? Да. Я разбираюсь в этих... Как они называются? Тазы-то эти наши называются, а эти называются? Корч. Корч. Вот, да, вот это слово. Я разбираюсь в корчах. Кстати говоря, хотела я у вас спросить... Да, вот сейчас мы переедем вот эту вот ужасную дорогу, да. Я у вас хотела спросить, хотите ли вы какой-нибудь либо лукбук, либо просто показ покупок одежды, что-нибудь в этом роде, чтобы я начала снимать видео о своем кардиробе. Просто есть такой запрос, но это от людей, которые со мной общаются в реальной жизни. Вот, а мне бы хотелось именно так понять, что хочет моя аудитория. Хотите ли вы увидеть мои покупки на весну и лето, которые я сейчас активно пытаюсь сформировать? Хотите ли вы какие-либо такие аутфилд-эдэй или просто собрание нескольких аутфитов, какой-нибудь такой стильный лукбук имени меня, что-нибудь в этом роде. Блин, вот подъезжаем сейчас к Ленте, и тут есть Макдональдс, и так хочет Макдональдс. Прям вот если я пану и поплачу меня, я отпустил Макдональдс. Мне очень хочется в Макдональдс. Я хочу. Хочу. Там есть Петагрик. А когда вы не знаете слов о песне, вы тоже ее выбираете? Или вы не мучаете слух окружающих людей своими забываниями? Снег усилился у нас, и дабы завершить влог и подытожить сегодняшний день, мы купили мороженое и едим мороженое. Ну, самое то, снег выпал, надо есть мороженое. У меня фисташковая чистая линия. Я люблю фисташковое мороженое. Очень-очень сильно. Вот, так что до скорых встреч!